Всем привет, дамы и господа! С вами на связи Эдуард Затулвитер. Ну, наконец-то, наконец-то он вернулся в строй! Подумали наверняка вы, потому что многие из вас многократно спрашивали меня, жив ли я, всё ли со мной в порядке, может, часом что случилось, или помер, может, убили, или, не дай бог, ещё что. Нет, ребят, со мной всё в порядке. Просто последний месяц я, так сказать, пользовался логикой «нахрена, нахрена сейчас выходить в эфиры, если криптовалютный рынок катится куда-то непонятно куда». Ну, и если честно, есть ещё другая причина – это просто банальная лень. Как и у всех, иногда возникает творческий кризис, и есть у меня одна идейка, о которой сейчас пока не буду рассказывать. Кое-что для вас очень интересное, уникальное в сфере криптовалютного видеоблогинга готовлю. И этим, собственно, тоже занимался последний месяц. Но сейчас решил к вам вернуться, потому что, как я чувствую, вам, многим из вас нужна, собственно, моя поддержка. Ну, и, конечно, я по вам очень-очень-очень сильно соскучился. И поддержка моя, в принципе, вам нужна почему? Да, потому что все мы видим ситуацию на криптовалютном рынке и видим, что всё красным-красно. Просто красные дни ликуют. Прям какие-то революционные дни. И, блин, вообще, фабрика Красный Октябрь, короче, сегодня присутствует на криптовалютном рынке. И его капитализация общая снизилась уже ниже 300 миллиардов долларов. Биткоин отвоевывает свои позиции и уже почти на 40% доминирует над всеми остальными альткоинами, над всеми остальными криптовалютами. И данная ситуация, в принципе, ещё не является патовой, вопреки тому, что сегодня царит в разных чатах Телеграма, когда люди говорят, что «Шеф, всё пропало! Всё пропало! Всё, конец света! Мы всё потеряли! Крипта скам! Всё это финансовая пирамида!» Ну и так далее и тому подобное. На самом деле, ничего подобного. Была у нас картина буквально пару месяцев назад ещё хуже. То есть самое дно, которое мы видели в этом году, это капа была в 250 миллиардов долларов. То есть ещё почти на 50 миллиардов долларов, чем сейчас. Поэтому относительно той точки криптовалютный рынок даже вырос. Исходя из этого, я считаю, что говорить о каком-то серьёзном падении на данный момент пока что рано. Тем не менее, я неоднократно говорил, что криптовалютный рынок в этом году может не показывать такие рекордные скорости роста, как в прошлом году. Ведь прошлый год это был просто золотой эльдорадо для людей, которые пришли на криптовалютный рынок. Начиная с февраля, капитализация криптовалютного рынка за год выросла там со скольки там, где-то с 15-20 миллиардов долларов почти до одного триллиона. То есть там на пике было 800 с копейками миллиардов. И это действительно очень-очень-очень много. Вот. Ну, сейчас мы видим прививку от жадности. Многие альты очень-очень сильно просели. Многие люди потеряли с Нового года. Особенно те, кто зашли на хаях прямо на Новый год. Потеряли свои деньги. Особенно кто держал в альткоинах, которые, например, делистнул Битрекс, среди которых, к сожалению, недавно оказался Траст. Я у себя в чате писал сразу после делистинга, что нужно его быстро-быстро-быстро-быстро продавать, пока он еще был 1600 сатош. Это буквально было через 2-3 часа после объявления о делистинге на Битрексе. И сказал, что время для покупки Траста оптимальное, когда он будет стоить 500-700 сатош. Давайте посмотрим, сколько он стоит сейчас. Ну, для тех, кто в него верит. Ну, сейчас он стоит 765 сатош. Даже был, проседал, по-моему, до 700 сатош. Сейчас он торгуется в основном на Ликви. Ликви Битрекс его все-таки делистанул. Битрекс удивляет своими делистингами. И на самом деле все чаще и чаще это похоже на некую манипуляцию. Вообще вот это все падение на криптовалютном рынке сегодня связывают так или иначе с массовой проверкой SEC криптовалютных бирж. А в частности 4 криптовалютные биржи, среди которых Kraken, еще 3. Блин, там, по-моему, какой-то IT Bitcoin. В общем, я не помню точно. В общем, есть 4 биржи, одна из которых Kraken, потому что я пользуюсь ей сам достаточно часто. Если кому-то интересно, в описании прям конкретно название этих бирж оставлю. какие конкретно биржи будут проверяться. По крайней мере, запросы SEC к ним направила еще несколько месяцев назад. Запросы в связи с чем? В связи с тем, чтобы проверить, не манипулируют ли эти криптовалютные биржи, достаточно крупные в мировом масштабе, с ценой биткоина, так как именно ориентируясь на эти биржи, устанавливается биржа CME стоимость фьючерса на биткоин. Поэтому как бы у SEC возникла некая догадка, некое подозрение, что владельцы этих бирж манипулируют стоимостью биткоина для того, чтобы зарабатывать деньги на фьючерсах по биткоину. Ведь там, возможно, торговля с неким кредитным плечом. Почти что один к двум. Вот. И на этих новостях, ну как, в принципе, все так думают, я предполагаю, что это правда, курс рынка пошел вниз, потому что, ну, мало ли, что там SEC выявит. Ну, еще там связывают это падение с лады небольшой новостью, что очередную криптовалютную биржу взломали и стырили оттуда активов в криптовалюте почти на 40 миллионов долларов. Ну, это все лирика. Об этом всем можно говорить бесконечно. И так или иначе, все годы, что существует криптовалютный рынок, происходили те или иные новости, которые более или менее похожи на эти. И это регулярно, и эта история вечно повторяется. Везде криптовалюты то проверяют, то одобряют, то запрещают, то разрешают. Но, кстати, очень интересная новость, что один из агентов SEC сказал, что криптовалюты однозначно уже на сегодняшний день займут свою нишу в мировой экономике в будущем, поэтому они никуда не денутся. Во всяком случае, возникает вопрос, какие именно криптовалюты и останутся на плаву, а какие уйдут в никуда. И я более чем уверен, что огромное количество альткоинов действительно уйдет в никуда, потому что по большей части вообще, то есть, можно сказать, 99,999 всех криптовалют, которые представлены сегодня на рынке, являются, грубо говоря, или хайпами, или пирамидами действительно, или продуктами, которые в принципе не могут стоить столько, сколько имеют капитализацию их криптовалюты или токены. То есть, по большей части мы имеем огромное количество криптовалют, типа разработок в сфере блокчейна, но большее, подавляющее большинство, если даже не является скамом и пирамидами, просто невозможно монетизировать. Ну, то есть, грубо говоря, продукт, даже если он выйдет, он, скорее всего, даже, ну, нахрен никому не будет нужен. Люди в прошлом году, особо не разбираясь в том, какой именно продукт будет выпущен той или иной компанией, которая проводит ICO, вкладывали буквально во все, что движется. Ну, и сегодня такой тренд сохраняется, люди продолжают вкладывать, но все-таки больше уже ориентируются на различные авторитетные ICO-трекеры, например, такие как ICO-бенч, который там выдает разные оценки тому или иному ICO. Ну, еще очень многое, многое зависит действительно от маркетинга того или иного ICO. То есть, продукт может быть полным говном, но если маркетинг команды, которая проводит ICO на высоте, то, скорее всего, это ICO реально соберет бабло, в отличие от того, где, может быть, в каком-то ICO действительно есть классный продукт, но как-то вот с маркетингом хромает или там почему-то общественности не доверяет или не полюбила, хотя на самом деле за тем или иным ICO может быть потенциал. И вот такая вот несправедливость действительно сегодня творится на криптовалютном рынке. В общем, про криптовалюты, про то, что купить, что посоветовать. Это будет дальнейшее видео, большая трансляция. У меня для вас есть подборочка из нескольких десятков криптовалют. Я составлю некий такой большой рейтинг must-have 20 криптовалют в порядке от наименее перспективных к наиболее перспективным, либо от наиболее рисковых к наименее рисковым. И об этом будет сказано в прямом эфире, в таком большом прямом эфире, который пройдет, возможно, завтра, возможно, послезавтра. Ну, то есть буквально в ближайшие дни, уверяю вас, ребята, вам не придется ждать этого видео еще один месяц, как этот прошлый. Так что, если, не дай бог, кто-то отписался от канала за этот месяц, прошу вас проявить осознанность и подписаться обратно, чтобы не пропустить эту новую информацию. Но если вы вообще никогда не были подписаны, то это ваша прямая обязанность. Но прежде чем вы это сделаете, конечно же, нужно поставить лайк этому видео, ну и какой-то комментарий оставить. Ну так и к чему же я веду по поводу этой ситуации? Что же хотелось бы еще озвучить? Буквально несколько месяцев назад, наверное, месяца три назад, у меня было видео про один MLM финансовый проект, который называется First Blockchain Fund. Вот он, кстати, у меня есть это видео. И в конце этого сегодняшнего видео вы увидите ссылку и вы сможете посмотреть это видео, где я рекомендую эту компанию в качестве диверсификационной меры для сохранения своих денег, денег в своем портфеле, для диверсификации своих рисков во время инвестиций. Эта компания инвестирует в различные криптовалюты и в зависимости от размера вклада инвестора платит различные проценты, которые уже спустя несколько месяцев удалось понять. То есть их тут фиксированного процента нет. И по понятной причине, потому что криптовалютный рынок ведет себя по-разному, но в любом случае даже на минимальном пакете эта инвестиция от 100 долларов всего лишь компания платит уже третий месяц подряд где-то по среднем по 15 процентов в месяц в долларе. И эта прибыль может вырасти до 2,5 раз, если инвестиция будет составлять скажем больше 200 тысяч долларов. Но даже если инвестиция будет больше 15 тысяч долларов, это будет законный 20-30 процентов в месяц от инвестиций в долларе. И тогда я говорил о некой стратегии Лесинг и почему-то вы, мои дорогие подписчики, ну не все, конечно, но многие из вас не оценили эту новость и все кричали, что нахрена вкладывать First Blockchain Fund, ведь здесь платится в долларе, я лучше положу деньги в крипту. Я с вами начал спорить, что это действительно не совсем правильно, нужно какую-то долю из портфеля вкладывать сюда, в итоге получать вознаграждение в долларах, если крипта просядет или будет, допустим, во флете, и потом за эти доллары просто откупать больше крипты, чем вы на самом деле сюда проинвестировали. И я там очень долго рассказываю об одной очень интересной стратегии, стратегии Лесенка, которую пользуюсь сам. И как показало время, я на самом деле оказался прав. И в отличие от большинства людей, которые сегодня зарабатывают на криптовалютном поприще, я не деребаню свой и так растаявший на падении криптопортфель. Я живу за счет дивидендов, полученных из таких вот компаний. На данный момент в моем портфеле три похожие компании. Ну, то есть все они на самом деле разные. Самый, на мой взгляд, надежный проект, который проработает однозначно много лет и не соскамится, это GS Mining, о котором я говорил еще в прошлом году уже. Первое упоминание мое о нем было еще в июне прошлого года, ну, уже, считайте, год прошел. И этот проект, он трансформируется и сейчас GS Mining переходит от долларовой модели на модель покупки мощностей в виде тарахэша и там будет майниться в скором времени не только биткоин, но и другие криптовалюты. Естественно, ссылку на регистрацию в GS Mining вы найдете у меня под этим видео, но там как бы за надежность следует платить. В GS Mining действительно невысокий процент дохода. На данный момент, если считать старую версию расчетов, то она шла в долларах и это 40% чистыми годовых, плюс возврат тела примерно столько же. First Blockchain в фонде более щедрые вознаграждения, вот поэтому можно сказать, что это чуть более рисковый проект, хотя он очень свежий, он только стартовал и на данный момент еще не было в мире крупномасштабной презентации данного проекта, поэтому можно сказать, что это проект партизан и знает о нем далеко немного людей на данный момент, но поверьте мне, совершенно в ближайшие дни эта ситуация кардинально изменится. Уже сейчас формируется достаточно плотный костяк из сетевиков, которые готовы его плотно качнуть, и я так думаю, что ваш покорный слуга примкнет к этой секте в хорошем смысле этого слова и также будет качать, и возможно, я даже проведу это долгожданное обучение по привлечению рефералов, которое, обещаю, уже почти целый год. Просто для того, чтобы проводить какое-то обучение, нужна действительно площадка, куда бы вы полученные навыки могли применить, и возможно, First Blockchain Fund станет именно той площадкой. Я еще окончательно не принял это решение, но думаю, что в ближайшее время все-таки определюсь. First Blockchain Fund, на мой взгляд, очень хорошо для этого подходит. Еще есть один проект, он в списке, в моем списке по уровню риска находится на самом первом уровне, потому что это из этих трех представленных проектов самый рисковый. Называется он Brilliant Miners. Я говорил о нем еще около двух месяцев назад и совершил туда небольшую инвестицию в размере трети битка. И на данный момент могу сказать, что с удовольствием могу констатировать этот факт, что я получил тело депозитов в биткоинах обратно, а там процент 30 с копейками, по-моему, 40 процентов в месяц в биткоине, депозиты на 3 месяца. И в общем, я получил уже обратно свои биткоины и еще почти столько же получу сверху, ну там чуть меньше, там где-то половину от того, что вкладывал, еще получу сверху в ближайший месяц. То есть я уже вышел в профит, в бриллиант майнерс, потому что там процент достаточно высокий по сравнению с двумя первыми проектами и он платится, черт возьми, в криптовалюте. То есть вложите вы биткоин, будет вам процент в биткоине, там 30 процентов или 40 процентов в месяц, вложите эфириум или лайткоин, или рипл, там огромное количество новых криптовалют добавили. В общем, ссылочки на все эти три проекта посмотрите и найдете их в описании. Так что присоединяйтесь, но не забывайте, что в любом случае это тоже инвестиции, так или иначе это тоже все связано с риском, но это отличный, отличный инструмент для того, чтобы допустим есть у вас криптовалютный портфель, который состоит например из 10 биткоинов и когда такая просадка и ваши альты уже стоят не 10 биткоинов, а суммарно стоят уже 6 или 7 биткоинов и еще и сам биткоин подешевел и вам-то жить за что-то нужно и вы каждый раз больше и больше деребаните свой портфель и чтобы этого не было у вас обязательно должны быть подобные проекты в вашем портфеле. Плюс ко всему эти проекты славятся тем, что есть многоуровневая реферальная программа, с помощью которой можно очень-очень хорошо зарабатывать, то есть приглашать своих друзей, знакомых, показывать им свои результаты и увеличивать свой доход. Именно это мне позволяет собственно не деребанить свой портфель и не плакать в подушку по ночам расстраиваясь из-за того, что черт возьми от моего портфеля в крипте ничего не осталось из-за того, что я вывожу туда бабки на жилье, на жизнь, на хлеб с маслом. То есть этого со мной не происходит. И последнее по позиции в данном видео, но далеко не последнее по интересу, на мой взгляд, о чем я хотел бы сегодня рассказать, это об ICO WinStars, о закрытом пресейле, о пресейле, которого я еще говорил полтора месяца назад. И сейчас токены торгуются, продаются по 20 центов. И есть парочка очень, очень интересных новостей. То есть ICO запустилась и оно сейчас в процессе. Я на этапе пресейла купил почти на 100 тысяч долларов. На данный момент у меня больше 600 тысяч монет Винс. Они сейчас, я их покупал еще по 16 центов, сейчас они продаются уже по 20 центов. Это так на минуточку для тех умников, которые мне говорили, что мы вложимся чуть-чуть попозже, потому что крипта после консенсуса очень сильно вырастет и мы купим больше. На самом деле получается, что если бы вы купили токены Винс на пресейле, с учетом того, что крипта просела, вы бы заработали Винсов в 2, в 2, а может быть даже больше раз, чем сейчас. Ну и даже сейчас покупка Винстарс является очень выгодной инвестицией, потому что скорее всего Винстарс станет первым, первым в мире проектом, который реально в ближайшее время, то есть скорее всего это уже август-сентябрь, запустит настоящее, черт возьми, казино на блокчейне. То есть первое в истории человечества действительно полностью честное и прозрачное казино. То есть никогда еще такого не было и вот опять. На самом деле не вот опять, а действительно впервые за всю историю существования человечества мы получим платформу для игры в азартные игры, в которых все честно, четко и прозрачно и все можно проверить с помощью смарт-контрактов эфириума. Как же удалось ребятам это все реализовать? Можно посмотреть уже в тестовой игре игра 3.7, которая уже доступна на данный момент. Хочу вам сразу объяснить, что эта игра не является отображением какого-то финального продукта или того, как вообще будет выглядеть казино, или как будут выглядеть эти игры. это демонстрация технологии, которая уже на данный момент работает. То есть вы должны отнестись к этому так. Есть повар, который говорит, я могу сделать что-то уникальное, что-то крутое, что еще никто никогда не делал. И вот он действительно берет и делает кусочек чего-то такого, что каждый человек может пощупать и потрогать. То есть это доказательство того, что технология существует, что она действительно разработана и совсем в ближайшее время будет применена на практике. И ICO WinStars это действительно один из немногочисленных примеров того, как создается продукт на блокчейне, который может быть серьезно монетизирован. То есть это не какие-то воздушные технологии, каких-то продуктов, которые непонятно как будут приносить космический доход. Здесь все четко и понятно даже ребенку. Казино всегда очень много зарабатывает денег. И стать совладельцем одного из популярных казино это действительно круто. То, что ICO и казино WinStars будут популярным об этом свидетельствуют несколько факторов. Во-первых, это щедрая реферальная программа, которая в отличие от других казино действительно будет платиться людям, которые будут привлекать сюда трафик. Это раз. Во-вторых, это действительно уникальная технология честности и прозрачности. Я думаю, многие гемблеры, многие лудоманы хотели бы все-таки действительно понимать. Выигрывают и проигрывают они в каких случаях? Потому, что им где-то кто-то что-то подкрутил или потому, что действительно судьба и действительно птица удачи была словлена за хвост, за лапу или нет? То есть, чтобы каждый человек мог это проверить. Я думаю, люди будут все больше и по мере того, как будут узнавать об этой технологии, будут отдавать предпочтение все-таки казино WinStars, потому, что здесь все четко и прозрачно. Ну, прежде всего, немножко о самой технологии. Как я сам понял, это из описания SEO данного проекта ведущего разработчика Егора Егора. Работает это все следующим образом. Когда вы зарегистрировались или заходите на платформу WinStars, вам автоматически формируется Ethereum кошелек. То есть, заходя на этот сайт, вы автоматически то есть, это уже, можно сказать, отображение, частичное отображение смарт-контракта, а не просто какой-то JavaScript или там какой-то код обычный. Это уже часть смарт-контракта. Когда вы заходите и регистрируете, то есть, на эту страницу, только на саму игру, и прежде чем нажать на кнопку спин или во время нажатия кнопки спин, у вас уже создан Ethereum кошелек. Исходя из этого Ethereum кошелька на стороне сервера формируется случайное число. Со стороны игрока, то есть, со стороны самой страницы, не с серверной стороны, а с фронт-энд стороны, формируется тоже еще одно случайное число в рамках самой игры. То есть, наверняка, это, наверное, какой-то JavaScript. Потом на стороне сервера оба этих числа, которые генерируются со стороны игрока и со стороны сервера, формируют определенные байты. Эти байты складываются во время спина и образуется некий результат, который формируется в случае трех семерок в каждом из барабанов. Исходя из этого формируется определенный результат. Он либо выигрышный, либо проигрышный. То есть, образуется некий результат, который вследствие преобразуется в некую подпись результата средствами криптографии, после чего все это дело отправляется уже на смарт-контракт, где подпись результата проверяется на правдивость, на правильность, на корректность. И все это может проверить любой человек. Ну уж извините меня, но за все время существования смарт-контрактов никому еще не удавалось их взламывать. Поэтому на данный момент, исходя из той информации, которая сегодня существует в мире, я могу с уверенностью сказать, что это, черт возьми, первое в истории человечества честное казино. Вот, как бы это ни звучало. Вы можете сами покрутить, нажимая кнопку Spin, можно отключить звук во вкладке в браузере. Кстати, вот это вверху делается. Кстати, им бы надо все-таки сюда бы добавить кнопку отключения этого звука. В общем, ребята, я сейчас потише сделаю. Вы можете это дело просто протестировать, попробовать, покрутить. И на самом деле, честно, я не знаю, на самом деле, какой процент отдачи сейчас здесь. Егор заявляет, что здесь, в этом именно, в игре в 3.7% процент отдачи 95%. Ну вот, то ли я везучий, то ли что, но я в предыдущий раз, когда играл, с 30 очков дошел до полутора тысяч. То ли действительно, я до этого не знал, на самом деле, как круто можно зарабатывать в казино, если оно честно. То ли просто так повезло, то ли здесь подкручено. Ну, Егор, во всяком случае, говорит, что здесь процент отдачи 95%. Так что, играйте и проверяйте. Благо, это бесплатно, это просто демонстрация технологии. В разделе LOX вы можете увидеть хэши непосредственно вот этих вот результатов, подписи результатов и посмотреть вот как раз-таки рандомно каждый из барабанов, который определяет общую картину и, соответственно, конечный выигрыш или его отсутствие. Вот здесь вот, если нажать кнопку информация, кнопка, и мы можем посмотреть выигрышные комбинации, сколько они дают. На данный момент можно ставку сделать одну, две или три монеты. Если монета у вас заканчивается, вы просто обновляете страницу, и на вашем балансе будет снова 30 монет, и вы можете продолжить играть и тестировать данную технологию. В общем, в ближайшее время Егор нам еще обещает уже сайт, который в августе-сентябре будет представлять уже продукт, который будет реализован в массы, и люди смогут туда заряжать реальные бабки и играть, выигрывая или проигрывая. В любом случае, те, кто сегодня будет являться держателями токенов Винстарс и у кого будет больше 10 тысяч монет, они смогут запустить свою ноду и рассчитывать на 10, помимо там всяких различных бонусов, там джекпотов и прочего-прочего, могут рассчитывать от 10% от дохода в казино. То есть между всеми держателями ноды по Винстарсу будет распределяться как минимум 10% от дохода казино. Более того, данное казино будет выступать также провайдером, то есть в отличие от всех тех казино, которые сегодня уже существуют на рынке, они используют игры, которые выпускают те или иные провайдеры. И провайдеры забирают от 10 до 50% чистого дохода казино на их играх себе в качестве платы за предоставление этих игр. Винстарс будет сам себе провайдер, поэтому можно смело сказать, что доходы за счет этого данного казино будут выше. В ближайшее время, в ближайшие дни о данном казино, о партнерстве с Винстарс и о приеме с токенов Винст в качестве оплаты и популяризации токенов Винст, что в процессе будет также делать эти токены дороже, заявит немало известное, я бы сказал, даже очень известное казино 1xbit. Это то же самое, что и 1xbet, только на криптовалютах. 1xbit скоро заявит о партнерстве еще ряд других казино, но об этом я уже рассказывал. И одна из самых шикарнейших новостей, это то, что у ICO появился новый адвайзер. По данным рейтинга сайта ICO Bench, этого адвайзера зовут Навин Капур. Это адвайзер топ-20 во всем мире. То есть это один из тех людей, у кого его адвайзерство в разных ICO, ну нереально, ни разу не дало промаха. То есть этот человек, он сейчас стал адвайзером ICO Винстарс. И он занимает 11 позицию по рейтингу адвайзеров среди всех ICO. То есть это реально один из самых крутейших дядек среди адвайзеров в криптовалютном рынке современности. Это тоже очень важно. И сразу после присоединения этого адвайзера рейтинг Винстарс на ICO Bench тут же подскочил до 4,1 балла из 5. Это уже очень хорошая оценка. Вы должны понимать, что данное ICO это не шляпа. Я во всяком случае на миллион процентов в этом уверен. Я уверен, что продукт здесь выйдет. И я уверен, что он будет прибыльным, доходным. Так что, ребята, присоединяйтесь. Не нужно обращать внимание на то, что там ICO собирает немного денег. В истории человечества, в истории криптовалют были случаи. Например, тот же Stratis, когда ICO собирало просто очень мало. А потом все эти счастливчики, которые принимали в нем участие, заработали несколько тысяч иксов. Поэтому не исключено, что у Винстарс тоже так получится. Так что, как у меня было в самом первом видео относительно Винстарса, не щелкайте лицом. У меня там, конечно, немножко по-другому сказано. Сегодня я не хочу материться. Не щелкайте лицом, и все у вас будет хорошо. И, кстати, всех россиян поздравляю с Днем России. И если вы смотрите это видео 12-го числа, если я его сегодня успею опубликовать, то сегодня вас с праздником. Если вы будете смотреть это видео завтра, то с прошедшим вас праздником. В общем, вот такие вот новости, дамы и господа. Зарабатывайте сегодня на криптовалютном рынке, зарабатывайте на рефералке в инвестиционных проектах First Blockchain Fund, JS Mining, Brilliant Miners. Зарабатывайте на рефералке Винстарс на этапе ICO. И когда запустится продукт, зарабатывайте на рефералке в самом казино. Ну и те из вас, кто является азартным, играйте и выигрывайте. Тестируйте новейшую технологию казино на блокчейне, на смарт-контрактах. Удивляйтесь, изучайте. В общем, флаг-кулак. В любом случае, отсутствие движения – это смерть, любое движение – это жизнь. Так что двигайтесь вперед, все изучайте, познавайте, впитывайте в себя как губка. Главное, не ведите себя глупо, как губка Боб. И все у вас будет классно. Во всяком случае, за вас я держу кулаки. Ну а вот тут вот рядышком представлены несколько видео. Если вам, меня оказалось мало, там, естественно, будет и про First Blockchain Fund, и там будет про Brilliant Miners, обзоры старые, которые до сих пор актуальны. Ну а вот здесь еще очередная кнопка для тех, кто еще не подписался. Поэтому подписывайтесь, господа. Всем пока и до новых встреч.